Сказочные мотивы, пейзажи, натюрморты и, конечно, цветы. Все 10 работ, представленных на необычном вернисаже, выполнены не красками и кистью. Они сделаны из самого настоящего соленого теста. Удивителен тот факт, что львиная доля участников выставки не имеет отношения к кондитерскому искусству. Одна из них – Татьяна Мокосей. Мастер швейного дела никогда не лепила картины из теста. Решив попробовать свои силы, участница на протяжении полутора месяцев кропотливо создавала свой личный шедевр. В итоге ее картина «Красные маки» заняла первое место в кондитерском конкурсе. Идея вылепить именно эти цветы заслуживает отдельного внимания. Сама работа называется «Слезы Венера». В Древней Греции жила такая богиня Венера, все о ней знают. Когда она плакала после убийства ее возлюбленного Адониса, на земле выросли маки. Поэтому картина получилась такая немного мрачноватая. Работы все, как я считаю, красивые, стоящие. Почему победила? Вообще в шоке, потому что этим никогда не занималась. По словам организаторов, фишка конкурса заключалась в том, что воплощение той или иной задумки не требовало от участников высокой профессиональной подготовки. В первую очередь кондитерское состязание было нацелено на развитие творческих способностей. Отсутствие общей темы конкурса также стало хорошим подспорьем для свободы действий участников. Эти картины мы планируем использовать в оформлении нашего фойе в общежитии. И в результате, наверное, вот мое мнение такое, что, видимо, люди немножечко сами не ожидали, что может из этого получиться. И получилась вот такая вот красота, которая на самом деле сейчас представлена. В планах у руководителей общежития сделать кондитерский конкурс изделий из соленого теста ежегодным. Нет сомнения, что он займет достойное место в списке популярных и традиционных мероприятий общежития. Тем более, что желающие принять участие в следующем вернисаже уже есть. Планируете в дальнейшем участвовать в конкурсах? Обязательно. Заинтересовалась, очень интересно. Победа, отношения людей, голосование. Естественно, это все приятно. Виктория Дрогобецкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Абук-ТВ.